Добрый день, я рад всех приветствовать на нашей части 13-го Российского форума по управлению интернетом. У нас прекрасное название «Новый цифровой мир государства и человек». Как некоторые называют, то время, которое мы сейчас живем, это, в общем-то, четвертая промышленная революция. И, конечно, события в рамках этой четвертой промышленной революции трансформируют не только экономику, но и ставят перед человеком вообще вопрос о его месте в этом новом мире. И это целый набор, наверное, вопросов. Я сейчас посмотрел прекрасную книгу, изданную в 2018 году. Например, здесь в рамках новых тенденций развития интернета заявлена тема «Искусственный интеллект». Это вот такой абзац из всей книги. Видите, насколько всего-то 4 года, наверное, там, да, максимум 4 года, даже еще не 5 прошло, как все трансформируется и меняется. И если, наверное, это 4-5 лет назад усматривалось как одно из направлений, возможно, перспективных, сейчас уже серьезные эксперты наравне с футуристами и фантастами усматривают некие риски в развитии искусственного интеллекта. Мы знаем о письме тысячи экспертов. Вместе с Илоном Маском и Стивом Возняк подписал также это письмо. Обращение о том, что, в общем-то, конечно, есть определенные риски. И даже было обращение о том, чтобы сдерживать на полгода развитие системы искусственного интеллекта более мощных, чем то, что сейчас предлагает чат GPT-4. Мы прекрасно наблюдаем, как изменяется и система, и сфера госуправления. И интересный пример нам показывает такой автоматизации, проникновение цифровых технологий Министерства экономического развития Ставропольского края, где с конца марта трудится, как они ее называют, цифровой сотрудник Мария на основе нейросети. Да, и приветствуя всех, она говорит, что она не уходит в отпуск, она не получает зарплату и не болеет. Соответственно, госуслуги, она помогает как раз в предоставлении государственных услуг. Мы также видим, как ставится очень активно иногда в таком болевом исполнении вопрос о том, как государство должно реагировать в сфере образования на появление новых профессий, и какие у нас, соответственно, есть риски исчезновения старых, традиционных и трансформации этих профессий. Ну и, конечно, это вопрос того, что так называемая четвертая промышленная революция, она трансгранична. И здесь нужно находить какие-то общие решения на международном уровне и государством вырабатывать глобальные общие подходы по свободному и безопасному цифровому будущему для всех. Сегодня у нас, мне кажется, как раз должна состояться замечательная дискуссия на эти и другие темы, обозначенные мной во введении. Первым я попрошу выступить Ленара Фазуддинова, первого заместителя генерального директора «Оно диалог». Собственно, у нас же есть, да, там презентации, можно все подключить, да, коллеги? Тогда попрошу это сделать. Соответственно, Ленар посвятит свое выступление устойчивому цифровому диалогу, суверенитет государства и правопользователю. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Благодарю вас за такое отличное представление. Я бы хотел вам предложить некоторые мысли к обсуждению, некоторые идеи к обсуждению. Цифровая среда, конечно, прежде всего это технологическая и предпринимательская среда, но тем не менее с учетом значения цифровой среды и с учетом глобальности интернета хотелось бы сделать акценты на общественно-политических моментах тех процессов, которые сегодня происходят и то, с чем мы сегодня столкнулись. Прошлый год, 22-й год, показал довольно интересную ситуацию, когда интернет и в целом цифровые сервисы развивались как глобальное благо, обеспечивая пользователей по всему миру хорошими сервисами, хорошими продуктами, создавая новые экономики. Тем не менее в прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда происходит фрагментация по национальному признаку. И в общем-то цифровые сервисы и цифровые платформы в какой-то момент стали субъектами международной политики и начали применять практику отрезания пользователей, российских пользователей от своих сервисов, от своих продуктов. И это, на наш взгляд, конечно, крайне удручающая тенденция, ведущая к фрагментации, то, о чем Вадим Глушенко говорил в своем приветственном слове. И это попытка отделить в прошлом году нашу страну, и она продолжается. Но в целом по миру есть тенденция, когда отдельные страны, отдельные национальности отключают от глобальной сети, отключают от глобальных цифровых сервисов. И, собственно, поэтому мы и предлагаем рассмотреть создание новой концепции, когда появится международный стандарт развития и регулирования глобальной цифровой среды, в основе которой будут лежать две фундаментальные ценности. Это суверенитет государств и права пользователей. Сегодня во многом цифровая среда ориентирована на интересы корпораций. И во многом регулирование отношений с пользователем проходит на базе корпоративного права. И государство, реагируя на это корпоративное право, конечно, адаптирует свою национальную практику регулирования среды. Это, в том числе, усиливает тенденцию на фрагментацию. На наш взгляд, в рамках международного сотрудничества и в рамках, в том числе, инициативы ООН по созданию глобального цифрового договора, необходимо находить общие подходы. И эти общие подходы должны быть ориентированы на интересы, еще раз подчеркну, суверенитета государств, и, прежде всего, прав пользователей на защиту этих прав. На мой взгляд, есть четыре важнейшие цели этого устойчивого диалога. Во-первых, обеспечить равный доступ ко всем цифровым сервисам и технологиям для всех участников и пользователей. Это должно быть закреплено как базовое правило. Если платформы или сервисы рефлексируют себя как глобального игрока, они должны брать на себя обязательства обеспечить доступ всем. Второе. Безусловно, необходимо находить общие подходы к регулированию цифровой среды между национальными государствами. Это позволит сохранить трансграничность цифровой среды, позволит сохранить преимущество такого подхода в формировании нового типа экономик, в формировании новых финансовых каких-то институций. Третье. Очень важно нам на международном уровне синхронизировать стандарты нормативной базы, технологического стэка, пользовательского опыта и в том числе цифровой безопасности. Все вопросы, связанные с киберпреступлениями, сегодня носят часто трансграничный характер. И для защиты интересов пользователей в национальных государствах, конечно, требуется более глубокая кооперация в вопросах цифровой безопасности. И важно, что, как четвертая цель, важно, что устойчивый цифровой диалог, на наш взгляд, позволит сформировать новые формы политического и экономического сотрудничества в мире. И это отдельная, может быть, история не только в рамках существующих каких-то союзов, но и в перспективе в создании какого-то особого, может быть, международного альянса, регулирующего эту цифровую среду. Также вот довольно, может быть, удивительно, когда на эту статистику смотришь, но неудивительно, поскольку к этому мы последние десятилетия и шли. В глобальной сети, безусловно, доминирует английский язык. И 57% мировых сайтов, они на английском языке. И только вообще в мире порядка 6000 языков и менее 100 языков представлены в глобальной сети. То есть это всего 2%. И когда мы говорим о каком-то устойчивом развитии, когда мы говорим о защите интересов пользователей, безусловно, базовым правом любого пользователя должно стать получение информации в глобальной сети на своем родном языке. Это касается в том числе таких простых документов, как пользовательское соглашение. Каждый из нас, пользуясь там социальной сетью, каким-то мобильным приложением или каким-то иным формом через цифровые инструменты, должен иметь право получать информацию об этом на своем родном языке. Часто с западными сервисами такого права не существует. И важно, что, конечно, языковая унификация глобальной сети приводит к потере идентичности людей, к потере идентичности государств и к отсутствию культурного многообразия. Если мы говорим с точки зрения интересов нашей страны, но очевидно, что русский язык – это один из глобальных языков, один из тех языков, которые позволяют осуществлять международную кооперацию, международное сотрудничество. Русский язык – один из шести официальных языков ООН, и на русском языке пишутся нормативные документы международной организации. И вообще в мире порядка 260 миллионов людей, кто русский язык воспринимают как язык для общения. И менее половины из них находятся сегодня в онлайне в сети. И, в общем-то, с точки зрения русского языка у нас есть большой задел по аудитории. Более того, русский язык – это небольшая статистика. Русский язык всегда входит в десятку наиболее востребованных языков с точки зрения интернета, производства контента, присутствия сайтов. Опять же, и в этом смысле, учитывая наше многонациональное богатство нашей страны, на наш взгляд, имеет смысл защищать интересы не только русского языка как государства, образующего языка, но и целую группу языков, присутствующих не только в России, но и в соседних странах. И это, конечно, усиливает нашу интеграцию и наше взаимоотношение с другими государствами. В том числе, татарский язык, чеченский, башкирский, чувашский, армянские языки – это одни из наиболее популярных языков сегодня в России. И завершая свое выступление, еще раз хотел бы подчеркнуть, что когда мы говорим про развитие наших технологий, когда мы говорим про поддержку наших предпринимательских инициатив, мы не должны забывать о том, что мы все-таки эти блага создаем в интересах людей, для того, чтобы им было удобнее, им было качественнее, им было безопаснее. И наблюдая те процессы, которые мы видели в 2022 году, однозначно в международной повестке наша страна должна стать одним из лидеров разворота всей цифровой среды в сторону простых пользователей, в сторону их прав и в укрепление цифрового суверенитета всех тех стран, кто заинтересован в этом развитии. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Ленар. Безусловно, конечно, те вопросы, которые Ленар поставил, и в том числе по развитию суверенитета и использованию языка, они, на мой взгляд, также связаны с вопросом развития цифровой грамотности, потому что цифровая грамотность, конечно, является основой и залогом безопасного поведения в интернете, так называемая цифровая гигиена, в целом должны стать знакомы каждому пользователю. И, насколько я понимаю, как раз Роскачество, у нас присутствует Антон Кукан, заместитель и руководитель Роскачества, занимайтесь этими вопросами, пожалуйста. Коллеги, добрый день, всех приветствую. Здесь в продолжении того, что уже начал говорить Ленар, потому что очень важная история касается клиентоцентричности. Если говорить про то, чем мы занимаемся, как Роскачество, в центре нашего внимания как раз находится клиент или потребитель, среднестатистический потребитель, который потребляет большое количество товаров, услуг. Это касается не только цифры, это касается самого разного спектра товаров. Если буквально пару слов сказать о том, чем мы занимаемся, для тех, кто вдруг с нами не знаком. Мы, во-первых, являемся теми, кто внедряет лучшие системы менеджмента качества в организациях и курируем правительственную премию в области качества. Это первая история. Вторая, такая самая масштабная, про которую дальше я хотел бы поговорить чуть подробнее, от проведения исследований. То есть мы исследуем все, начиная от молока, колбасы, хлеба и заканчивая мобильными приложениями. Мы продвигаем лучших отечественных производителей и наша такая верхнеуровневая цель это формирование среды осознанных потребителей. Что значит осознанный? Тот, который, во-первых, задумывается о том, что он потребляет и делает это вдумчиво. Если мы говорим уже, переходим плавно к цифре, то это тот человек, который в целом понимает, что он использует, делает также осознанный выбор в пользу тех или иных сервисов, задумывается о своих персональных данных и так далее. Если говорить про, завершая блок про русскачество, если говорить про продвижение лучших отечественных товаров, то мы делаем это с помощью государственного знака качества, это буква К в пятиугольнике. Он присуждается лучшим отечественным товаром по результатам наших глубоких проверок. Если говорить про цифру, то уже 6 лет мы занимаемся цифровыми исследованиями. Больше 2000 мобильных приложений мы происследовали самых разных категорий. Сначала у нас был акцент в большей степени на сравнение иностранного российского софта, сейчас в большей степени занимаемся исследованием российского потребительских приложений. И помимо того, что мы проводим исследования, мы еще ведем работу по повышению цифровой грамотности через разъяснение потребителям о том, как им правильно использовать эти сервисы, какие сервисы им в целом выбирать, и как грамотно распоряжаться своими персональными данными. Если говорить про цифровую грамотность, то что мы здесь видим? Мы видим, что в целом базовым уровнем цифровой грамотности, по данным нафи, обладает порядка 70% россиян, но в любом случае здесь есть к чему стремиться. Это все равно недостаточный уровень, и этим пользуются в том числе злоумышленники, мошенники, которые получают доступ за счет неопытности пользователей к тем же их персональным данным. То есть, например, если говорить про фишинговые сайты, еще дальше об этом я поговорю, мы видим, что за эти только 3 месяца количество фишинговых сайтов, которые были выявлены и заблокированы, превышает 5000 штук, это больше в 2 раза, чем за предыдущий период, предыдущего года, по данным Касперского. Если говорить про те же фишинговые сайты, или сайты, которые содержат какой-то контент, не предназначенный для детей, то мы пару лет назад проводили исследование приложения для родительского контроля, и по результатам этих исследований мы видим, что из всего спектра приложений достаточный уровень блокировки, достаточный уровень качества позволяет предоставлять только 3 сервиса. То есть это Касперский, это приложение Макафи, это Нортон Фэмили. То есть только 3 приложения, по большому счету, когда родители устанавливают их на устройство, они могут ребенка обезопасить. При этом существует мнение родителей, что если поставил родительский контроль, даже бесплатный, то теперь все будет хорошо, и переживать больше особо не о чем. Если говорить о мобильных браузерах, то мы видим тоже, условно, ряд приложений используют маркетинговые тезисы о том, что приложения позволяют защититься от фишинга, тем не менее лучший результат, который показывали браузеры, это максимум 50% фишинговых сайтов в российском сегменте интернета, они смогли заблокировать. То есть в данном случае тоже положиться на приложение нельзя, важно самому голову, скажем так, не отключать. Если мы говорим про цифровую грамотность в контексте тех же мошенничеств и в целом утечек персональных данных, то мы видим, что за прошлый год 140 утечек персональных данных было зарегистрировано, это громкие истории с Яндексом, с Древереклабом, с другими интернет-компаниями. Мы понимаем, что в данном случае, к чему я веду, что получается, что потребитель, в том числе, понятно, что на эту историю никак влиять не может, он не может каким-то образом позаботиться о том, чтобы из его компаний данные не утекли. Но здесь, когда мы говорим о грамотности, здесь еще речь заключается в том, что обычные, то есть такие же потребители, по сути говоря, работают в тех же компаниях, большинство причин утечек, это, собственно говоря, неопытность или злонамерение самих сотрудников в компаниях, которые становятся причиной утечек этих персональных данных. Или же, если мы говорим про тех же рядовых потребителей, за счет социальной инженерии также злоумышленники могут эти данные, тех же платежных карточек получать и использовать это все в негативном ключе. Дальше, переходя к тому, о чем уже сегодня сказал Ленар, про политики конфиденциальности, очень важная история, мы во всех своих исследованиях, связанных с цифрой, их проверяем и смотрим, там больше 200 разных политик конфиденциальности мы происследовали. И в чем здесь проблема? Во-первых, рядовой потребитель в целом не задумывается о том, что их нужно читать, там порядка 95% людей в целом никогда в жизни не открывали политику конфиденциальности, даже не пролистывали ее, с одной стороны. С другой стороны, компании зачастую, если мы открываем мобильное приложение, то очень мало компаний, которые делают активное согласие с политикой конфиденциальности. Как правило, потребитель, просто используя приложение, уже автоматом согласился с тем, что написано в политике. Это та история, которая, на наш взгляд, является плохой практикой. Или, допустим, галочка по умолчанию уже стоит, и потребитель тоже пролистывает всю эту историю. С одной стороны, при том, если бы потребитель заходил и читал то, что написано в этих политиках конфиденциальности, то его могли бы некоторые моменты смутить. То есть то, что мы видим, третье приложение, например, заявляет о том, что они передают данным третьим лицам, но при этом в политиках конфиденциальности не указывают, что это за третьи лица, которым данные потребители передаются. Не указывается срок хранения обработки данных, отсутствуют данные о хранении пользовательских данных на территории Российской Федерации, не прописывается требование на получение согласия на передачу этих данных и так далее. То есть есть набор моментов, которые добросовестного потребителя должны были бы смутить. То есть если проводить пример с теми же родительскими контролями, если почитать то, что в политике конфиденциальности пишет Макафи, там просто волосы дыбом встают, потому что они заявляют о том, что они собирают всю доступную информацию, которая есть на устройстве и готовые передавать в рекламных целях любым третьим лицам. То есть прям дикие вещи будут встречаться в политике конфиденциальности, потребители об этом не задумываются. Да, и если говорить так же, в привязке к тому же цифровому договору, там есть тезисы, касающиеся и того, о чем я сейчас сказал, про персональные данные, про возможность потребителя влиять на эти персональные данные, выбирать, что хранить и в целом быть информированным. Если говорить про такую тоже важную историю, как адаптация для людей с ограниченными возможностями, к сожалению, сейчас разработчики, в том числе отечественные разработчики, не очень об этом задумываются. Мы видим, что по результату наших исследований больше 90% приложений недостаточно адаптировано для людей с ограниченными возможностями, хотя в целом это такие достаточно базовые вещи в виде динамического шрифта, в виде экранных диктовок, да, voiceover, talkback на iOS и на Android. То есть эти все вещи, они не реализовываются или реализовываются таким образом, что, ну, по сути, просто для галочки потребитель, по большому счету, не может этим адекватно воспользоваться, и в своих исследованиях, тестированиях мы это подтверждаем, понимаем, что там, условно говоря, заказать слепому человеку такси с помощью приложения для заказа такси невозможно. То есть экранная диктовка работает некорректно, и совершить эти операции невозможно. И завершая, да, если мы говорим про, там, возвращаясь к истории с политиками конфиденциальности, здесь та история, как мы видим, мы давно этим занимаемся, и у нас есть отдельный, там, большой проект, который мы в конце прошлого года запустили, с, в целом, отдельным порталом про популяризацию, в целом идеей того, что потребителям необходимо эти политики конфиденциальности изучать, то, как это делать, там, те политики, которые мы проверяли, тоже можно ознакомиться с тем, какие у них есть там преимущества, недостатки, сделать выбор, в целом, дальше мы хотели бы идти в сторону того, чтобы, скажем так, отрасль и сами компании, они начали делать политики конфиденциальности таким образом, чтобы потребителю было удобно их читать. То есть сейчас, даже сколько мы не скажем, читайте политики конфиденциальности, все равно вряд ли кто-то пойдет и начнет их читать, потому что это невозможно сделать. Ну, просто человек откроет, плюнет и скажет, ладно, я не буду этого делать. Да, то есть по-хорошему здесь должна быть некая выжимка в удобно читаемом формате для потребителя, чтобы просто открывая там или приложение, да, или сайт, на котором он хочет какую-то услугу купить, получить, он может ознакомиться с некой очень краткой выжимкой того, что передаются данные там третьим лицом, например, да, передаются, каким, вот таким, какие данные обрабатываем, такие. И потребитель уже может сделать непосредственно вывод о том, будет он пользоваться этим приложением или не будет, будет он пользоваться этим сервисом или не будет. Вот, коллеги, на этом, я думаю, все, что я хотел озвучить. Спасибо большое, Антон. Вопросы, которые уже затрагивались, и вопрос оборота данных, и, собственно, как обеспечить доверие граждан в цифровой среде, и ряд других, конечно, не может не волновать и бизнес, и самих граждан, и законодателей. И здесь, как я уже говорил, вопрос, в общем, трансграничного характера. И в этой связи я как раз бы попросил выступить следующим Александра Ихнуна, заведующим кафедрой государства ведения Ранхикса, к вопросу о, скажем так, обсуждении глобального цифрового договора и то, как на это смотрит гражданское общество. Пожалуйста, Александр. Уважаемый Вадим Александрович, уважаемые коллеги, добрый день. Хотел бы поприветствовать всех участников нашего сегодняшнего заседания, выразить благодарность организаторам мероприятия за активную увлеченность в проблематику на протяжении многих лет и создание такой профессиональной и дружеской атмосферы. Важно, что сегодня мы имеем возможность в таком широком экспертном составе обсудить вопросы роли и места человека и государства в новом цифровом мире. Как вы слышали из тезиса Вадима Александровича, в своем выступлении я хотел бы затронуть социогуманитарный аспект цифрового меропорядка. И сегодня мы находимся и наблюдаем нового витокового развития. Однако, если изначально речь шла исключительно о гонке и регулировании между отдельными государствами, то в настоящее время регулирование онлайн-пространства приобретает глобальный и всесторонний характер. Отмечу, что отличительной характеристикой текущего этапа развития внедрения цифровых технологий является усиление координации этой деятельности как со стороны государства и бизнеса, так и со стороны гражданского общества. Представляется, что именно гражданское общество может обеспечить его сбалансированное развитие с учетом национальной специфики в рамках регуляторной определенности, в частности, используя различные инструменты. К таким инструментам, например, можем отнести вопросы подотчетности технологий искусственного интеллекта, вопросы повышения роли цифровых технологий в улучшении качества оказания социальных услуг, выявлений и защиты прав наименее защищенных слоев населения и другие инструменты. Отмечу, что стратегическими задачами данной области прежде всего являются обеспечение сбалансированного подхода и пяти факторов, которые мы сейчас увидим на слайде. Я тогда к ним отнесу такие факторы, как этика и вопросы доверия. Об этом чуть позже я скажу. Вопросы, связанные с отсутствием ущемления, либо минимизацией ущемления прав и свобод человека и гражданина. Вопросы, связанные с защитой и обезличиванием персональных данных. Вопросы, связанные с осуществлением общественного контроля за внедрением цифровых технологий. И это позволит сбалансированно подойти к этой повестке. Отмечу, уважаемые коллеги, что необходимо обеспечивать, в том числе и постоянный контроль человека за внедрением цифровых технологий. Это очень важный пункт, который касается таких тезисов, как вовлеченность человека в принятие самостоятельно своих решений, отсутствие введения его в заблуждение, а также обеспечение доверия к технологиям. Именно вопрос доверия к технологиям выступает в качестве ключевой тематики моего выступления. В настоящий момент мы фиксируем рост доверия между общественными институтами и государством. Государство воспринимает общественные институты в качестве равноправных партнеров. И уже и в рамках деятельности общественной палаты Российской Федерации это становится заметно в рамках такого примера, как общественное влияние за выборами. В прошлом году был опрос в ЦОМ, согласно которому уже 48% респондентов выражают доверие к технологиям искусственного интеллекта. Отдельно отмечу, что 69% респондентов являются людьми в возрасте от 18 до 24 лет. Таким образом мы понимаем, что еще предстоит предпринять огромное количество шагов в вопросе стабилизации системы в этой области, проанализировать, внедрить, в том числе и в нормативной базе. В этом контексте мне хотелось бы обеспечить вовлеченность всего гражданского общества. Я сформулировал несколько рекомендаций, которые могут быть применимы в данном контексте для того, чтобы гражданское общество чувствовалось уверенно в онлайн пространстве. Первое. Человекоцентричность развития цифровых технологий. Второе. Обеспечение разумного ограничения влияния цифровых технологий на человека. Третье. Разработка и внедрение системы риск-менеджмента в этой области для того, чтобы мы смогли в том числе простимулировать обучение граждан всем навыкам и компетенциям, которые необходимы для того, чтобы быть уверенным пользователем в цифровом мире. И последнее. Я всегда рекомендую аккумулировать и собирать лучшие практики для того, чтобы мы могли их проецировать на нашу действительность и применить не только в конкретной ситуации, но в том числе и в рамках глобального сотрудничества. Для общества важно, чтобы государство реализовывало обещанные социальные гарантии, а также вовлекало его в диалог. В заключении отмечу, что нарастающие противоречия, которые складываются между государствами и IT-корпорациями, по факту стимулируют фрагментацию управления интернетом на отдельные страновые региональные группы с собственным правовым регулированием. Как вы знаете, глобальный цифровой договор в строго юридическом смысле не является договором, по факту представляет собой набор определенных принципов общего характера, которые регулируют ту или иную область. И в этой связи при разработке и согласовании положений глобального цифрового договора я рекомендую учесть следующие положения, которые важны, на мой взгляд, в этом контексте. Первое. Необходимо закрепить приоритет прав общества над правами и интересами IT-корпораций. Второе. Необходимо усилить цифровое сотрудничество между государствами и IT-компаниями. Третье. Необходимо закрепить роль и ответственность IT-корпораций за свою деятельность в онлайн-пространстве. Естественно, с доминированием и приоритетом национального регулирования. И последний пункт касается того, что мы необходимо закрепить глобальное, международное управление интернетом, а не монопольное, как это по факту происходит в настоящее время. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Александр. В продолжение таких попыток глобальных подходов, общих человеческих подходов к регулированию цифровой среды, мне кажется, будет интересно послушать нашего зарубежного участника. У нас на связи, я надеюсь, связь позволит, представитель из Пекина, доктор госпожа Цянь. Попробуем посоединиться и послушать все-таки мнение... Здравствуйте. Вы меня слышите? Хорошо, спасибо большое за приглашение и за то, что предоставили мне возможность поучаствовать в Российском форуме по управлению интернетом. Я надеюсь, что вы меня хорошо слышите и видите. Замечательно. Я не подготовила презентацию, у меня не будет слайдов. Мне просто хотелось высказаться на предложенную тему и обсудить вопросы общих подходов и сотрудничества в области регулирования интернета. Во-первых, когда мы говорим про общий подход, мы, как правило, подразумеваем общие процедуры. Процедуры очень важны. Если мы хотим, чтобы подходы были общими, нужно выработать общие процедуры. Процедуры эти должны быть недискриминационными и прозрачными. Чтобы появилась такая процедура регулирования цифровой среды, необходима устойчивая система сдержек и противовесов, необходимый механизм, который будет учитывать наличие различных интересов и который будет позволять балансировать эти разные интересы. В принципе, сегодня существует уже ряд определенных площадок, организаций, в том числе IGF, глобальные IGF. Есть разные организации, на полях которых вырабатываются политики. И есть соответствующие процедуры. Но этот процесс должен быть более инклюзивным, прозрачным и недискриминационным. Я говорю о том, что нам необходимо выработать какой-то сбалансированный механизм. Для того, чтобы появился общий регуляторный механизм, нам нужен какой-то механизм разработки решений по существу. Этот формат, то есть нужно подумать о формате. Этот формат, безусловно, должен быть как многосторонним, так и с участием разных заинтересованных лиц. Это то, что называется мультистейкхолдеризм. Такой подход довольно часто применяется уже сегодня в ООН. Но ООН это в первую очередь именно многосторонняя система. Можно почитать разные публикации и заявления стороны генерального секретаря. Он часто говорит о том, что ООН движется в сторону как раз такого от многостороннего подхода к подходу с участием разных заинтересованных лиц. Что имеется в виду? Что переговоры ведутся не только на уровне государств, но и к этим переговорам, к этим обсуждениям привлекаются, скажем, НКО и другие заинтересованные лица. Другие стейкхолдеры. И в том, что касается регуляторного подхода. Есть несколько вариантов, с которых можно выбирать. Ну, например, часто предлагается идея полицентричного подхода. Полицентричный подход означает, что у нас есть, скажем, несколько объектов регулирования. Есть не один центр, а много разных центров, в рамках которых проводится регулирование интернета. Разных, не объектов, а точнее, а субъектов, конечно, регулирования тех, кто принимает решение о регулировании. Дополнительно подход может быть секторальным. То есть регулирование может быть секторальным. Например, есть у нас организации, как ICANN, которые занимаются IP-адресами. И вот подобные организации могут стать как раз одними из таких регуляторных центров. Если я организация, которая участвует в выработке решений, которые касаются интернета по существу, то мы можем сформировать такой, может быть, специальный центр, специальную площадку, на которой будут вестись обсуждения и потом приниматься решения. Такой полицентричный подход, когда есть несколько центров принятия решений. И, конечно, по темам, по секторам. Безусловно, все эти обсуждения не могут проходить без участия государств. И еще один момент, который хотелось затронуть, это развитие потенциала, наращивание потенциала. Есть разные международные органы, которые занимаются регулированием интернета, управлением интернета. И для них развитие потенциала является одним из приоритетных направлений работы. И это не случайно. Мы знаем, что существует по-прежнему цифровой разрыв между странами разного уровня. Развитие не только в плане инфраструктуры, но и в плане доступности новых технологий, и в плане развитости или зрелости законодательных систем, ну и, в принципе, возможностей самих государств. Поэтому, когда возникает какое-то новое правило, требование, или появляются новые технологии, или возникает потребность в новые компетенции. Но, например, в каких-то странах может не оказаться необходимых инженеров или юристов-правоведов, которые смогли бы заниматься этой технологией или внедрять соответствующие навыки. Именно поэтому наращивание потенциала, capacity building – это то, что обеспечит более равный доступ к интернету в разных странах. Это очень важная работа. Что касается процедуры, очень важно, конечно, привлекать общественность на уровне отдельных стран, чтобы общественность тоже вносила свой вклад в управление цифровыми технологиями интернетом. Например, в организации объединенных наций – это очень важная, заметная организация, играет большую роль. У них есть соответствующий формат таких консультаций, взаимодействий с широкими слоями общественности. Если мы хотим, скажем, предложить новый или ввести в действие новый принцип управления интернета, необходимо будет передоговориться государству и обществу о том, что теперь применяется вот такое правило. Но еще раз, речь идет именно о том, что общество и государство договариваются друг с другом. И в разных странах Китая, например, у нас общество сегодня все большую роль играет в принятии решений государства. Государство нацелено на большую открытость и прозрачность. Да, безусловно, может быть, у нас нет каких-то культурных основ для такого взаимодействия. То есть нет привычки, нет традиций соответствующих, но тем не менее, мы понимаем, что для эффективности процесса на современном историческом этапе это необходимый шаг, это необходимая вещь. Необходимо развивать доверие между обществом и государством для того, чтобы правила разрабатывались, были бы эффективными и соблюдались. Мы на национальном уровне должны услышать голос всех заинтересованных лиц. И этот же процесс нужно воспроизвести на международном уровне. Таким не представляется будущее общего подхода к развитию управления интернетом. Можно, наверное, обсуждать здесь еще многочисленные аспекты. Например, национальный суверенитет, цифровой суверенитет. Мы знаем, что есть в ООН разные группы экспертов. И, например, здесь есть группы экспертов, которые говорят о том, что суверенитет в государстве распространяется не только на физические, скажем так, активы, но и он продлевается в киберпространстве, распространяется на киберпространство. Соответственно, мы должны понимать также, что суверенитет предполагает определенные, во-первых, принципы равенства между государствами, во-вторых, защиту своих интересов и так далее. То есть если все эти принципы суверенитета распространяются на физическую территорию государства, они должны также распространяться и на киберпространство этого государства. Вот о чем говорят эксперты. Также необходимо сюда, в этот разговор, ввести концепцию солидарности. Солидарность – это не только равенство, это то, что мы помогаем друг другу. Люди, которые получают большую отдачу от цифровых технологий, должны помогать тем, кто, может быть, сегодня не может извлечь максимальной пользы для себя, а из этих цифровых технологий развитые страны должны принять в себя обязательство помогать менее развитым странам в духе принципа солидарности. Без солидарности невозможно международное сотрудничество и невозможно доверительные отношения между странами. Поэтому, мне кажется, очень важно подчеркнуть идею солидарности. И еще одна важная ценность – это права человека. Мы знаем все об этом, когда мы говорим про управление интернетом, очень часто всплывает тема цифровых прав человека и управления интернет-пространством и права человека и так далее. Это постоянная тема в повестке разных международных организаций. Но мы знаем, что есть разрыв, например, между тем, как это, понимаете, реализовано в западных странах и, скажем, в азиатских странах или в африканских странах, потому что везде свой фокус. В Китае или в других азиатских странах, скажем, больше упор делается на экономические, социальные и культурные права, в то время как люди в Европе, в США в основном, когда говорят о правах человека, подразумевают именно политические и гражданские права. Поэтому, когда мы обсуждаем права человека, мы, опять же, должны стремиться к поиску баланса. Мы не должны выбирать одно какое-то право или одну категорию прав человека, но мы должны учитывать различия между странами в их понимании, в их интерпретации, и мы должны говорить обо всех правах человека и одним пакетом. Право и плюрализм. Мы понимаем, что управление интернетом в каждой стране реализуется через национальную правовую систему. Каждая страна обладает суверенитетом и юрисдикцией в отношении своей территории и сама устанавливает правила. Мы должны учитывать этот плюрализм, мы должны уважать разнообразие, многообразие правовых систем государств на земле. Но если мы понимаем, что действительно в каждой стране своя правовая система, необходимо найти какой-то механизм гармонизации применимых правил. Если везде будет своя система, свои подходы, будет сложно нам обеспечить некое единообразие управления интернета на земле. То есть, с одной стороны, мы должны помнить о том, что на земле есть правовой плюрализм. С другой стороны, отталкиваясь от него, мы все-таки должны постараться выработать какие-то общие позиции и найти правила, которые были применимы везде, вне зависимости от правовой системы. Например, у нас в университете работает профессор, который был представителем Сингапура в ООН. И это человек, который хорошо понимает разные правовые системы, он понимает, как они взаимодействуют. Нам нужны такие эксперты. Еще один момент. Разные заинтересованные лица должны договориться об общих целях регулирования интернета. Может быть, имеет смысл создать некую экспериментальную модель. Для того, чтобы она возникла и могла бы быть опробирована, нужны механизмы обратной связи. По мере того, как будут вырабатываться какие-то общие нормы, необходимо постоянно к ним возвращаться, проводить их переоценку и смотреть, насколько эти нормы, которые вырабатываются на международном уровне, применяются на национальном уровне, насколько они работоспособны. То есть необходимо обязательно заложить в это международное регулирование интернета, цифровых технологий, механизмы обратной связи и переоценки, пересмотра ранее принятых решений. Это чрезвычайно важно для того, чтобы сохранялся мировой консенсус и для того, чтобы вся эта модель была работоспособной. И последнее, очень важный момент – конституционализм. Другими словами, даже если мы сможем сформулировать правила, принципы, и они будут обязательными, и они будут работать, мы понимаем, что в каждой стране, еще раз, есть своя конституция, есть своя правовая система, есть обязательные правила, и во всей вероятности все-таки нам нужно будет сделать эти правила обязательными, как, извините, устав ООН, например, или, может быть, какая-то новая конвенция должна возникнуть, потому что в настоящее время обсуждаются только необязательные международные нормы, но я думаю, что на каком-то этапе нам нужно будет договориться об мировых общепризнанных и общообязательных правилах и положениях работы в интернете. Это можно оформить, как я уже говорила, в виде конвенции, например, какой-то и так далее. Сегодня интернет в основном регулируется законами на национальном уровне, и это совершенно понятно, это логично. При этом у государств есть возможности, чтобы сегодня защищать наиболее уязвимых пользователей на своей территории, но у государств должны появиться дополнительные возможности в рамках и международного законодательства. У меня все, спасибо большое. Ну вот в свете того, что сказала доктор Циан, действительно и про, скажем так, наличие, необходимость наличия большого количества стейкхолдеров и про то, что, конечно, полицентричное должно быть регулирование, я попросил и привлечение неправительственных организаций к вопросу регулирования НКО. Я попросил как раз Сергея Гребенникова, руководителя РАЭК, продолжить нашу дискуссию по поводу того, как альянс различного бизнеса и государства могут здесь тоже каким-то образом повлиять на развитие IT-индустрии и рынка. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо большое за возможность выступить. Я вот еще не только в РАЭКе работаю, но являюсь членом общественной палаты. И на протяжении очень долгого времени на площадке общественной палаты мы все эти вопросы неоднократно обсуждаем. И мне кажется, это эффективная площадка, где мы можем доносить до государства те позиции, которые есть у бизнеса. Знаете, наверное, хочу начать с того, что на протяжении 15 лет, а то и больше, сколько существует ассоциаций с 2004 года, даже больше, чем 15 лет. Мне кажется, мы все делаем правильно. И на открытии сегодня Хинштейн и Благодаренко сказали о том, что те вещи, которые были сделаны за предыдущие годы, они нас приблизили к вот этому самому цифровому суверенитету. И поэтому не о проблемах сегодня хочется говорить, которые есть в нашей стране и при взаимодействии государства, бизнеса и общества, а хочется говорить о продолжении дружбы, которая случилась уже много лет назад. И благодаря вот этой коллаборации как раз-таки рождаются в нашей стране очень классные проекты, с которыми мы каждый день с вами работаем. Вот такая небольшая структурка, которая показывает этот самый диалог государства, бизнеса и общественных организаций. Мы как РАЭК абсолютно открыты для диалога со всеми структурами, с IT-корпорациями, с малым и средним бизнесом, постоянное взаимодействие с Минцифрой России идет. И что мне нравится в экосистеме наших организаций, я это так называю, в протяжении последних 20 лет было создано много крутых организаций, о которых вы сегодня много слышите, кто сегодня присутствует на сцене. И я рад, что РАЭК приложила к этому свою руку при создании таких крутых и классных организаций, как Институт развития интернета, цифровая экономика, диалог на наших глазах появлялся. Ну а РАЦИТ это, наверное, первая организация в нашей стране, которая стояла у истоков абсолютно всех структур, которые так или иначе связаны с интернетом. РАЦИТ существует с 1996 года. В 1997 году был проведен первый российский интернет-форум благодаря региональному общественному центру интернет-технологий. Я с 2015 по 2011 год даже возглавлял эту организацию. И с Леонидом Леонидовичем Левиным, который был председателем совета и правления организации, мне кажется, мы сделали очень много. И что самое главное, то, что опять же обсуждается на этой сцене, запустили такое направление, как цифровая грамотность. Нам все крутили у виска в разных кабинетах, несмотря на то, что он был депутатом Государственной Думы. Мы куда-то не приходили, нам говорили, да какая цифровая грамотность, кому ваша цифровая грамотность нужна. Ну а сегодня мы понимаем, что в любых стенах, когда речь заходит о пользователях, мы, конечно, говорим про цифровую грамотность и о том, что именно пользователи сегодня играют самую ключевую роль в развитии Рунета. И если пользователи не будут грамотными с точки зрения потребления всех технологий, то, конечно, мы никуда дальше развиваться не будем. Что хочется сегодня как основную миссию РАЭКа спозиционировать, это, конечно, взаимодействие с малым и средним бизнесом. Крупные корпорации сегодня научились взаимодействовать с государством самостоятельно. Крупные корпорации научились так или иначе вмешиваться в законодательные регулирования. Научились ходить по разным кабинетам и отстаивать свои права и интересы. Но кто защитит малый и средний бизнес и кто представит их интерес? На самом деле, конечно, только общественные организации. Поэтому я считаю, что нужно государству сегодня снова обратить внимание активнее на роль общественных организаций и начать прислушиваться к тем вещам, которые общественные организации говорят и транслируют в сторону государства. Мне кажется, что за последние 3-4 года роль общественных организаций немножко снизилась в принятии решений по тем или иным вопросам. А этого происходить не должно. Мы знаем, что во всем мире роль общественных организаций и их мнения имеют очень важное значение. И вот в чем еще большое преимущество ассоциации, как РАЭК, например. Мы открываем возможности для получения денег для малого и среднего бизнеса в направлении цифровой экономики. К нам всегда приходили и говорили, а вот где нам присосаться к цифровой экономике, где нам начать помогать вот этому самому большому бизнесу и для них создавать сервис. Вот мне кажется, с переходом Сергея Плутаренко в «Ано цифровая экономика» и, наверное, вот этот диалог у нас чуть больше наладится и мы сможем обеспечить малому и среднему бизнесу доступ к большим и интересным заказам, а главное, что те сервисы, которые создаются в регионах в том числе, мы сможем доносить до правильных людей. Например, на российском интернет-форуме будет в этом году представлена большая аллея технологического лидерства, где небольшие компании из регионов смогут представить свои импортозамещенные продукты и сервисы и показать их как большим корпорациям, так и государству. Какие у нас существуют инструменты для взаимодействия с государством внутри РАЭК? Это РАЭК-клуб, это закрытое профессиональное сообщество, где мы обсуждаем разные темы от внедрения каких-то сервисов до взаимодействия с государством. Так, например, есть дискуссионный клуб джарщиков, где обсуждаются и законодательные инициативы, и то, что сегодня нужно поменять и что нужно донести до бизнеса. В рамках джар-клуба проходят постоянные встречи с представителем органов государственной власти, исполнительной власти. Вот с Хинштейна была встреча с представителями ФАС, с представителями Минцифры. И на площадке РАЭК это один из самых востребованных инструментов, потому что это закрытые встречи, где можно без купюр поговорить с представителями государства. Ну, естественно, главным мероприятием, где отрасль может себя спозиционировать, это является российский интернет-форум, куда мы всех приглашаем. И мы считаем, что РИФ, он на протяжении многих-многих лет, в этом году 27-й раз пройдет российский интернет-форум, он реально объединяет, он дает возможность показать себя и рассказать о тех возможностях, которые есть у государства. Но про объединение я еще вот что хочу сказать. Со сцены звучат разные призывы ко всему, но мне кажется, что пока мы не начнем объединяться как общественные организации и не продолжать делать похожие сервисы друг на друга, то ничего не произойдет. Я протужу цифровую грамотность, я уже устал про нее говорить, но мне кажется, что давайте уже все объединимся и сделаем какой-то единый проект по повышению уровня цифровой грамотности. А как только мы будем каждый делать немножко по чуть-чуть, то никуда это не сдвинется. Это, наверное, моя главная позиция, что я считаю, что только государство сможет сделать так, чтобы пользователи стали грамотными. С 2006 года мы говорим о том, что давайте вводить уроки цифровой грамотности, а ВОЗ и ныне там. У нас много чего нового появилось в системе образования за последние несколько лет, но при этом цифровой грамотности пока внимания не уделяется. И я считаю, что, может быть, одним из результатов форума должно стать, что мы какую-то резолюцию, либо какой-то другой документ запишем, что отрасль считает, что в рамках школьной программы нужно вводить уроки цифровой грамотности. Спасибо. Спасибо, Сергей. Ну, как уже неоднократно отмечали и участники сегодня на форуме, и я тоже говорил вначале, конечно, все меняется, и в этой связи я бы как раз хотел попросить Бориса Единином, заместитель, руководителя, директора по правовым вопросам Института развития интернета выступить. Какие изменения? Что меняется? Спасибо, Вадим. Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность организаторам за возможность выступить в таком, в общем-то, интересном кругу экспертов, и за ту амбициозную задачу, которую поставили перед нами, собственно, те, кто организует форум, сформировать некие предложения для подготовки глобального цифрового договора. А вот, мне кажется, решая эту задачу, очень важно не оказаться генералами, которые готовятся к прошлой войне. И поэтому я бы хотел в своем докладе обратить внимание на те изменения, на те трансформации, которые произошли в интернет-среде, в вопросах взаимоотношения государства, общества и интернет-среды, интернет-бизнеса за прошедшие годы. Для того, чтобы учесть эти тенденции при формировании соответствующих общих предложений. Прежде чем перейду к докладу, скажу отдельно Сергею большое спасибо за то, что в 2015 году вместе с РАЭКом и с РАЦИТом был организован институт развития интернета. Простите, такой. Коллеги, значит, вот, ну, очевидно, что развитие интернета, это там для зоны РУНЕТа 29 лет, мы уже в этом году, да, будем завтра отмечать этот праздник. Но в целом с нулевых годов прошло активное развитие сети интернет. Что было в основе развития? Ну, позволю предположить, что одним из драйверов роста была анонимность в сети интернет. То есть мы полагали, что заходя в сеть, пользуясь теми или иными ресурсами, мы действуем анонимно. Зарегистрировался, указал какой-то ник и, в общем, можешь делать все, что угодно. Так развивались форумы, так развивались дейтинговые сайты, так впоследствии сформировались социальные сети. И, конечно же, вот эта иллюзия позволила интернету существенно продвинуться и быть таким, каким он сейчас есть с огромными важными социальными сетями. Но вместе с тем нужно понимать, что анонимности, тем более с учетом текущего уровня технологии, в интернете нет. Его и не было, и на самом деле нет сейчас. Потому что каким бы образом ни происходила анонимизация, каким бы образом мы ни говорили на любых площадках о деперсонализации, анонимизации данных, на самом деле мы входим в интернет через гаджет. Гаджет имеет те или иные технические параметры, данные, которые он в любом случае оставляет в сети. Более того, если мы не зафиксировали, ну или там указали неверные данные о себе, какой-то свой электронный, специально созданный ящик электронной почты, номер телефона взяли подменный, все равно мы оставляем цифровой след. И в этой связи другие данные, которые тем не менее остаются в сети, они позволяют человека идентифицировать и в дальнейшем определять не только, кто он есть по фамилии, имени, отчеству, но и определять его привычки, особенности поведения, интересы и так далее, и так далее, и так далее. О чем я хочу сказать? О том, что когда мы говорим о регулировании в сети интернет вопросов анонимности и приватности, не нужно подменять понятия. Не нужно говорить о том, что если компания анонимизирует данные или работает с большими данными, это как-то защищает человека. Да нет, не защищает. Нужно сказать честно, что компании должны работать в рамках с данными, в рамках своих целей и задач. То есть если есть у магазина, у любого, задача продать товар, то, соответственно, данные должны использоваться и собираться только в том объеме, в каком это нужно для продажи конкретного товара, не более того, как, например, в оффлайне. Да, это в какой-то степени ограничит динамику развития, может быть, интернет-торговли, но это обеспечит честность на рынке. И в этой связи предложение, касающееся анонимности, как раз в том, чтобы на уровне глобальных договоренностей зафиксировать, какие сервисы, что могут обрабатывать и в каких случаях, не усложняя пользовательский опыт получением или проставлением определенных согласий, ознакомлением с политиками безопасности, это не работает, это очевидно. Вторая иллюзия, о которой я бы хотел сказать, или трансформация, это отношение к конкуренции. Опять же, тот интернет, который мы видим сейчас, это следствие действительно конкуренции творческих идей, развития активного развития предпринимателей. И это здорово. Но о чем сегодня сказал уважаемый депутат? Он сказал, что темпы роста уменьшаются. Темпы роста развития интернет-экономики существенно сокращаются. И это общая тенденция, не только российская. Почему это происходит? Потому что интернет достиг той ситуации, той конфигурации, когда никакой конкуренции нет на самом деле. Основная задача стартаперов сейчас сформировать продукт, более-менее MVP, и продать ее крупной технологической компании. Если стартапер этого не хочет, крупная компания, увидя угрозу своим технологиям, своему развитию, все сделает для того, чтобы этот стартап купить. И так или иначе, либо интегрировать в свой сервис, увеличивая свою маржинальность, либо вообще заморозить проект, развивая собственные сервисы. Мне кажется, это фундаментальная угроза развитию экономики, к которой государствам нужно относиться гораздо серьезнее. Другой пример тоже хотел бы привести. Интернет-магазины и агрегаторы, которые предоставляют доступ различным мелким производителям для распространения своих товаров. Безусловно, они огромный вклад внесли в то, чтобы мелкий предприниматель из Калуги, Омска или из какого-то другой страны мог продавать товары на международных, междугородных рынках. Это здорово. Но что происходит? Возьмем пример компании Amazon. Amazon собирает данные о продажах, собирает данные о запросах поисковых и предлагает пользователям уже свои товары под собственным брендом. Соответственно, не пройдет двух, трех, пяти лет, мы, заходя на Amazon, будем покупать только Amazon. Наверное, это не то интернет, который мы любим, знаем и который бы хотели, чтобы он развивался. В этой связи хотел бы сказать, что в Китае принимаются, мне кажется, правильные решения. В этой связи буквально на прошлой неделе вышла новость о разделении компании Alibaba. И, может быть, в рамках глобального договора нужно договориться с государством о том, как должны ли существовать суперкомпании и можно ли им заниматься разным бизнесом, то есть использовать свои наработки в сборе данных, параллельно продавать сервисы, услуги, заказывать товары и так далее. Еще один момент, о котором коллеге я бы хотел сказать, это миф или трансформация идеи, свободы, доступа к информации. Ну, действительно, мы все заходили в интернет для того, чтобы найти информацию, глотнуть чистого воздуха. Что на самом деле происходит? На самом деле мы потребляем ту информацию, которую формируют для нас рекомендательные системы. И так или иначе мы хотим попасть условно на свободный рынок, на самом деле читаем то, что нам предоставляет сервис под благой идеей. То есть мы улучшаем пользовательский опыт, но на самом деле в этот момент убиваем доступ к свободной информации. В этой связи тоже хотелось бы сформировать на уровне форума предложение относительно того, как, когда могут применяться рекомендательные алгоритмы. Могут ли они ограничивать права пользователей? Может ли пользователь, безусловно, отказаться от предоставления ему информации на основе такого рода технологии? Мне кажется, это важно как раз закрепить вследствие еще одной позиции. Вот коллеги сказали по поводу доверия к искусственному интеллекту. И вот мне кажется, это еще одна эрозия, трансформация, которую мы наблюдаем, и она на самом деле пугающая. Почему? Потому что появление технологий, которые генерят контент, прежде всего аудиовизуальный, печатный, тот, который просто для того, чтобы сгенерить контент, ведет к чему? Ведет к эрозии ценности самой информации. То есть зачем нам информация, если, во-первых, в чем ценность информации, которую можно создать одной кнопкой? Во-вторых, ее так много, мы не понимаем, какая на самом деле действительная, какая соответствующая действительность. Мы в целом теряем доверие к информации, к тем сведениям, которые нам предоставляет интернет и к всей сети. Поэтому, когда мы говорим о том, что 50% пользователей или респондентов доверяют искусственному интеллекту, а чему они доверяют? То есть доверяют тому, что без участия человека генерится какой-то контент, при этом, по сути дела, в нем ни души, в нем ни идеи, продиктованные конкретным человеком, ни культурного смысла для текущего поколения, для будущего никакого нет. Поэтому мне кажется, что нужно говорить о том, что прекрасная технология, ее нужно использовать для того, чтобы повышать производительность труда, развивать и ускорять проектирование объектов, упрощать строительство во многих сферах, быстрее запускать продукты в производство. Это супер. Но когда мы говорим о генерировании контента искусственным интеллектом, то на самом деле это генерация фейков, по большому счету. И в этой связи я бы говорил о необходимости более внимательного отношения и, может быть, скажу радикальнее, ограничении тех сервисов, которые именно генерят контент. То есть в нем, еще раз, пользы, кроме как попробовать, никакой нет. Он упрощает задачу написать эссе, написать какую-то научную работу, доклад, но на самом деле ведет к деградации каждого из нас. Поэтому, коллеги, хотелось бы, чтобы государство, Российской Федерации и государство в целом гораздо более внимательнее отнеслись к технологии именно в той части, в которой она используется для генерации и широкого распространения контента. На этом спасибо. Спасибо, Борис. У нас есть участники сети, и поскольку в зале могут, у нас есть несколько минут, осталось еще времени пообщаться с участниками панели здесь непосредственно, поэтому давайте сосредоточимся на тех вопросах, которые есть в сети. Я их зачитаю. Еще один вопрос от Евгения Танких. Вопрос в следующем. Несогласие с политикой конфиденциальности автоматом означает отказ от использования сервиса. То есть согласие – это формализм, и если вам нужна данная ПО, услуга или приложение, отсюда такое отношение у пользователей. Нет смысла вчитываться, если альтернатива – это отсутствие данной услуги. Вот, коллеги, кто прокомментирует? Это вопрос ко всем. Пожалуйста. Здесь есть несколько нюансов. Нюанс первый, что есть кейсы, когда можно отказаться от какой-то части, указанной в политике конфиденциальности. Вот недавний кейс с мегафоном, где есть отдельная кнопка, с которой в самом конце политики конфиденциальности можно нажать, что я с этой части, допустим, не согласен. Если человек это сделает, если он это прочитает, то его данные не будут передаваться третьим лицам, согласно этой политике конфиденциальности. Это раз. С другой стороны, когда мы используем сервисы, у нас нет того, что есть только один сервис, который я именно его должен использовать. Как правило, у нас есть выбор. В данном случае можно смотреть, если мы про тот кейс с теми же родительскими контролями говорим, вот есть на выбор условно 10 сервисов. Мы видим, что сервис от McAfee очень будет недобросовестно обращаться с вашими персональными данными, будет собирать их в огромном количестве. Это повод не выбрать его, если он нравится по другим характеристикам, по другим параметрам. Сделать выбор в пользу того, где более этичен сам сбор и работать с этими персональными данными. Поэтому здесь в условиях конкуренции выбирать можно. И приятно, что некоторые компании об этом задумываются и более ответственно подходят к обработке персональных данных. Спасибо, Антон. Ленар? Да, собственно, об этом мы и говорим в рамках устойчивого диалога, что нам надо между странами договориться о том, как мы защищаем права пользователей в ситуациях, когда они уже пользуются цифровыми сервисами. И этот вопрос, он как раз иллюстрирует, что вся система устроена в интересах корпорации. Хочешь – бери, не хочешь – не бери. Но поскольку люди уже стали пользователями этих сервисов и этих благ, у них должно появиться право на эту медиацию. Но это не может происходить только в границах одного национального государства. Это должно происходить как трансграничный процесс. Спасибо. Коллеги, еще кто-то прокомментирует. И еще один вопрос из чата Татьяны к Сергею Гребенникову. Считаете ли вы, что бесплатные уроки цифровой грамотности нужны только для детей? Собственно, вопрос продолжается в том ключе, что пожилые россияне не менее защищены, чем дети в цифровом пространстве. Пожилые более защищены. Мне кажется, это какой-то миф, когда все начинают говорить о том, что пожилые не защищены и плохо разбираются в интернет-технологии. Интернету завтра 29 лет мы отмечаем. И те, кому сегодня 55-60, простите, они очень хорошо пользуются интернетом. Татьяна, к вам обращаюсь. И, конечно, тем, кому 60, 80-85, конечно, это уже связано с проблемами здоровья, в первую очередь, неумение куда-то нажать, и что-то не видят. Что касается бесплатных уроков цифровой грамотности, и кому они нужны. Конечно, нужно повышать уровень цифровой грамотности абсолютно среди всего населения. Но, знаете, в интернете столько уроков цифровой грамотности, столько брошюр различных. Даже вот зайдите на сайт racit.ru, и там есть «Хочу все знать». Там, мне кажется, миллион материалов, которыми можно пользоваться. Но это самый невостребованный раздел сайта racit. Потому что люди, пока их проблема не настигнет в интернете, они не начинают задумываться о том, что им нужно повысить свой уровень цифровой грамотности. Поэтому почему я говорю про школьную программу? Потому что там хочешь не хочешь, а тебя заставят так или иначе что-то узнать про цифровую грамотность. Вот и все. Ну, мне кажется, надо перед Министерством просвещения поставить этот вопрос. В том числе через общественную палату. Вполне себе понятная ситуация. И у нас есть буквально еще две минуты, и один вопрос девушка просила. Да, я... Во-первых, мне кажется, что половина, вот о чем вы говорили, уже решена, и оно очевидно. Урок по цифровой грамотности 23 января был у всех в рамках разговоров о важном. По понедельникам в 8 утра идет. Но во что это превратилось, когда Егор Хрид там начал вызывать на свой концерт? Это не очень, мне кажется, была идея, которая реализована была так, как задумывалась. То есть предлагалось популярного человека, блогера, которому якобы молодежь доверяет, и он что-то сможет рассказать о цифровой грамотности. Вообще они туда попали. Это первое, что прям вот очень все... Ну как-то захотелось... Вопрос. Вопрос к вам, Вадим Александрович. Почему, когда мы говорим о противодействии поисковой... К 22 мы опять видим, опять о нем появились разговоры. Почему все настолько тормозится? Почему в Европе, например, в Италии просто могут в один миг запретить этот чат GPT вот 30 или 31 марта? Почему могут писать открытые письма? Давайте сядем, договоримся. Потому что, ну вот, если касается генарта и всего там нейросетей, программ, которые формируют, здесь два основных вопроса. Первый, они не создают ничего нового, потому что в основном это технология диффузии. Они собирают уже из того, что имеется. И второе, это вопрос, конечно, конфиденциальности, потому что те же самые Меджорни, чат GPT говорят, что с 16 лет можно пользоваться ими, но по факту ничего не проверяется. Поэтому, опять же, все уже заложено, все есть, как это реализуется? У меня прям большой вопрос, почему все тормозится? Почему вот эти законопроекты, они так туго двигаются, если вы все прекрасно понимаете, что есть проблемы, они очевидны, они актуальны, и при этом два года почти прошло, в частности, вот, Вадим Саныч, с вашего этого законопроекта, и мы там, где были, там и остались. Да, спасибо за вопрос. Но на самом деле, мне кажется, вопрос не торможения, мне кажется, что российское государство очень много внимания уделяет проблему регулирования цифровой среды и корректирует периодически законодательство. Что касается итальянских или европейских примеров, но у нас уже время, конечно, к сожалению, закончилось, мы здесь, государство и регуляторы, конечно, у нас, мне кажется, очень правильно исходят из посыла, что с одной стороны надо регулировать, с другой стороны, нельзя перерегулировать отрасль, потому что это может иметь очень тяжелые последствия. При том, что, конечно, мы должны защищать права граждан, и, безусловно, мы видим, все это государство видит проблемы по деструктивному контенту со стороны IT-гигантов и так далее. Обратите внимание, в Европе нет такой развитой IT-индустрии, нет таких IT-гигантов, как это есть в США и в России. Это тоже один из таких вопросов, которые стоит проанализировать. Уважаемые участники, у нас время истекло, я хотел поблагодарить всех, кто принял участие, особенно докладчиков наших зрителей, участников в зале, ну и, конечно, в сети. Спасибо большое, до новых встреч.